Алла-шоу У меня в гостях автор-исполнитель собственных песен Мари Краймбери и диджей, продюсер, композитор Леонид Руденко. Ребят, привет. Всем здрасте. Добрый вечер. Я хочу вас похвалить. Вот я сейчас первый раз услышала эту песню, но песня Юрия Титова, я помню, с фабрики, кажется, он ее там пел, она звучит до сих пор. Песня, конечно, такая, можно сказать, почти бессмертная, нетленкой можно назвать, но устарела, звучание уже не то. Юр, прости, но к тебе это не относится, это просто годы, хотя он, конечно, очень искренне и здорово ее спел. Я очень надеюсь, что сейчас вот это новое звучание, вот это ваш совместный дуэт будет звучать еще чаще. Спасибо. Я можно выскажусь, да, просто вот вы же упомянули Юрия, и в интернете я читал комментарии о том, что зачем вы трогаете, зачем вы перепеваете. Понимаете, задача была сделать так. Это одна из моих самых любимых песен. И моих. И когда ты переосмысливаешь не просто золотые хиты, а золотые хиты еще, которые твоего детства, твоей юности, это вдвойне сложная задача. Поэтому не было задачи противопоставить это исполнение, это прочтение тому, как это сделал Юрий Титов. Задача была сделать так, чтобы об этой песне узнали в 22-м году с точки зрения того, как звучит музыка сегодня. Мы не конкурируем, мы просто показываем эту песню тем людям, кто, может быть, ее не слышал, а кто слышал, чтобы он пережил эти эмоции заново. Нет, я могу сказать так, вот я много лет уже работаю на радио, просто даже неприлично эту цифру называть, хотя я не стесняюсь, 31, ну и что. Так вот. Вы еще до рождения работали. Да. Именно так. Так вот, я могу сказать так, что действительно бывают очень хорошие песни, но звучание уже не свежее. И молодежь, те, кто там, определенная аудитория русского радио, она любит то звучание. Это звучание их молодости. Оно даже слушает и молодежь, и 15, и 20, и 25 лет, а для них то звучание, оно им не нравится. Вот ваше звучание им понравится. Ну ладно, вообще, я вас расхвалила. Надеюсь, что... Нет, я тебе просто могу сказать точно, что у меня в машине всегда играл оригинал Юрий Титова. Я считаю, что он прекрасно исполнил эту песню в свое время, и от исполнителя много чего зависит. Да, это правда. А то, что песня стала такой большой, масштабной, конечно, в первую очередь. Его заслуга, конечно. Да, тому, как он ее исполнил все-таки. И я ехала за неделю до того, как мне Леня написал, прям слушала песню в машине на повторе, и это дикое совпадение было, когда через неделю он мне написал, что давай сделаем именно вот эту вот песню. Так что... Ну, я думаю, что это судьба. Хорошо. Судьба, Лен, судьба. Предлагаю в Международный банный день вам тоже поучаствовать в моем таком радио-флэш-мобе. Я сегодня у слушателей... Раздевайся, Марина. Я сегодня у слушателей спрашивала. Вы представляете, есть 17% людей, среди вообще всех людей наших, которые ни разу не были в бане. Вот для начала... И мы сегодня собирали положительные аргументы в пользу бани. У меня одна слушательница Алена даже написала, что баня круче, чем оргазм. Оргазм длится всего несколько секунд, а баня – это несколько часов кайфа. Ну, вот у Алены такие видения, да? Я хотел бы сказать Алене, что можно совмещать. Можно. Ну, ты знаешь, не очень. Лень, ты пробовал? Пробовал, да. И как у тебя получалось? Отличная температура. Двойной кайф, как еще сказать. Так, ну ладно, у вас аргументы есть в пользу бани? У вас вообще какие отношения с баней? До этого я любила только хамам. Мне казалось, что баня-то очень жаркая, либо очень холодная. Вообще-то не мое. И все равно ты как-то, когда возрослеешь, наверное, только приходишь к тому, что контраст очень полезен для организма. Означает, надо это попробовать. Но не могу сказать, что у меня баня вызывает восторг. Нет, не восторг. То есть это чисто для здоровья. Ну, чисто вот если вся компания соберется на выходные поехать в баню, то я их подожду где-нибудь в другом месте. А, понятно. Знаете, какой вывод можно сделать? Что вот если брать противопоставление вашей слушательницы, то вот другой вид кайф Марине больше по душе получается. Да-да-да, наверное, пока все в бане, а она с оргазмом. Ладно. Спасибо большое за мою презентацию на русском радио. Впереди Блиц со звездой. Это с тобой, Лёнь. Да, Блиц. Нет, с вами с обоими. Вот скажите, я вам даю время подумать, что может быть хуже, быть забаненным в гугле или загугленным в бане? Лёня, отвечаешь ты. Ну, конечно, первый вариант. В нынешних реалиях-то, о чем мы говорим, ну да. Автор, исполнитель собственных песен Мари Краймбри и диджей-композитер-продюсер Леонид Руденко у меня сегодня в гостях. Продолжим мои любимые рубрики «Джингл с звездой». Я бы к вам каждый день ходил. Вот так красиво объявляете. Да, походи, Лёня. Блиц со звездой. Мы уже выясняли, что в бане париться, ну, по крайней мере, Мари не любит. По поводу Лёни там все наоборот. Слава богу, все хорошо. Но поэтому я предлагаю вам сегодня Блиц на тему, о чем вы паритесь по жизни. А чем по очереди? О внешности паритесь? Да. Да. Ты тоже. По-моему, это заметно. Ну а что, не видно? Это красавчик просто. Не то, что продуманно, это происходит самим, само по себе. Скажем так, я знаю, что есть мужчины, которые максимально заморочены. Я нет. Если брать максимальную замороченность как 100%, и вообще мне все пофиг ноли, у меня 50%. Хорошо. О правильном питании? Да. Ну, давайте так, я бы хотела заботиться, но у меня не всегда получается. Я очень люблю вредную еду. О том, что скажут люди. Смотри, какие все люди мне неинтересны. А что скажут близкие люди важные? Я точно так же, как Марина. Есть мнение людей, вот в моем кругу я от него зависим, конечно. А что думают остальные, мне вообще пофиг. А что скажет мама? Ну, мама в моем близком кругу, поэтому в какой-то степени меня волнует. Но в последнее время я уже взрослый, она просто меня во всем поддерживает. Ты уже взрослый, да? Ну, да. А у тебя, что скажет мама, важно? Да, важно, конечно. О том, что кто-то талантливее. Ой, не парюсь. Я вообще, кстати, независливая. Нет, я никогда никому не завидую. Если у кого-то есть успех, я из него вычленяю, почему он произошел. Что нужно сделать, чтобы у тебя было так же. И я всегда смотрю на это, это как, например, если у него получилось, то у меня получится тоже. А о деньгах? Ну, да, мы живем в материальном мире. Да, мы живем в материальном мире. Да, об экологии. Я сама обеспечиваю и себя, и маму. Об экологии. Паришься? Я вообще парюсь не только даже об экологии, а меня раздражают люди, которые даже мусор просто выкидывают на асфальт. Я шла как-то по берегу в Дубай и реально просто поднимала бумажки, потому что я не понимала, как на красивом пляже можно просто выкинуть этикетку от жвачки, бутылку или что-то еще. Ну, типа, что в голове у людей, насколько они могут быть невоспитаны. Я в детстве получала люлей, если я просто так выкидывала фантик. Меня мама заставляла возвращаться, понимать его и выкидывать. И я обожаю людей, которые заботятся, в принципе, о том, чтобы вокруг было чисто. Меня вымораживает все остальное. Поэтому, наверное, я заботюсь об экологии тоже. А у тебя? Ну, теперь я, в принципе, понимаю, почему в Дубае чисто. Спасибо большое. Спасибо, да. Ну, скажем так, наверное, я не могу разделить то же... Глобально я согласен со всем. То есть разделяя подписываю, если надо проголосовать, я голосую за. Но в своей жизни, скажем так, у меня, наверное, есть какой-то внутренний кодекс. Я не делаю, скажем, таких вещей, которые могли бы навредить окружающей среде. Я не жгу пожара, я не бросаю мусор, т.д. т.п. Но сильно по этому поводу... То есть я делаю то, что зависит от меня. Не парься, короче. Но сильно по этому поводу не парься, если профессиональные люди, Марина все соберет, в конце концов, если что-то не доделает. А я считаю, что надо начинать с себя, кто же как не мы. Я прямо жестко парюсь на эту тему. Но речь этот Блиц был не со мной, а с вами. Мы слышим песню. И Краймберли, и Леонид Руденко у меня в гостях. Ребята, я хочу с вами предложить нашу тему. Но если париться, мы уже все поняли, да, про Марии, не нравится париться, то хотя бы перемыть косточки нашему шоу-бизнесу. Но не переходим на личности. Ну так неинтересно. Я же микрофон подвинул. Конечно, ты можешь себе это позволить, если тебе очень захочется. Но, в принципе, я вам позволяю этого не делать, чтобы не портить отношения с будущими коллаборантами. Итак, артистов в стране достаточно или мало? Мало. Если мы говорим про слово «артист» в расшифровке, прям «артист». Шоу-бизнес, да. Ну, не просто существующий персонаж, который поет, а прям «артист». Мало. Мало. Молодым везде у нас дорога или все-таки продюсеры притесняют? Я считаю, дорога. И все сильно изменилось. Вот буквально последние пять лет, и, наверное, первая ласточка была, это когда появился Элджей Федук с розовым вином. Когда все поняли, что вот реально из интернета стреляет не просто куда-то, а на всю страну, на весь мир. Я думаю, вот тогда сильно уже игра перевернулась. 50 на 50. Тот классический шоу-бизнес, который является радио и телевидение, все-таки это осталось не только молодежь. И в этом есть большой плюс, потому что я, например, очень уважаю артистов, которые на сцене больше 20 лет. И я считаю, что у них должно быть почетное классное место и такие же премии, и такие же дарелки, как и у молодежи. И в то же время у нас есть интернет, есть много молодых артистов, и мир давно показал, что необязательно стоять на телеке для того, чтобы стать быстро известным. Поэтому мне кажется, 50 на 50. Кого больше, успешных или талантливых? Леонид. Я знаю, кого. Успешных. Больше. Ой, чего не хватает российскому шоу-бизнесу? Чего не хватает российскому шоу-бизнесу? Ты как раз талантливый получается. Нет, я сейчас очень занудно скажу. Давай, зануда. Масштаба. Масштаба в хорошем смысле слова самобытности, когда мы не пытаемся копировать то, что уже классно сделано кем-то в другой стране. У нас есть для этого все ресурсы. Русская культура максимально самобытность. Достаточно вообще, в принципе, явление русской музыки. Это отдельный пласт в культуре. Мы не похожи ни на американцев, ни на англичан, ни на китайцев. Это свой стиль, своя культура, своя эстетика. То есть нам не хватает именно отказаться от некого идолопоклонничества, которое у нас сформировалось еще в Советском Союзе, появилось выражение «фермачи». Типа «приехали оттуда, значит, все ферма, свои локальные нет-нет-нет». Вот от этого надо полностью отказаться, потому что мы умеем и делаем очень круто, очень классно. И надо это все культивировать, умножать. И тогда нас ждет просто огромный-огромный рост. Красиво сказал. Ой, просто приятно. Сейчас прям хочется сказать действительно вот хорошую нашу русскую песню. Издевались надо мной ребята за кадром. Ну ладно, Терлеева будет сразу. Какой голос у Елены Терлеевой? Ладно, это было очень. Время беспощадно, да. Время беспощадно. Нет, но мне захотелось... Время беспощадно? Но я не успела ее поставить. Так, через 15 лет придем на радио, сейчас будет у нас Мария Краймбаре. Это художким голосом запела. Будет Елена Терлеева вот сразу после того, как мы сейчас поговорим с вами на тему маски. В этом году ты в третий раз, Мария, участвовала уже в маске. Не, не в третий раз, в третьем сезоне. В третьем сезоне, в третьем сезоне. Участвовала как раз в этом, в костюме леопарда. Жарко было? Очень. Я тоже думаю, что в таком костюме это париться круче, чем в бане. В разы круче и по эмоциям, и по костюму, и по всему. И надо понимать, что меня одели специально в костюм, такой очень женственный, чтобы не разгадали, что я... Если выйдет... Я хотела еще мужской костюм и мужским голосом петь. Я прям хотела, чтобы меня в собаку засунули. В общем, мне не дали собаку. Я потом выбрала кошечку себе, выбрала леопардика. Я люблю диких кошечек. Короче, и мне дали большой костюм такой, чтобы я не танцевала, не двигалась, чтобы не спалили, что это Мария Краймбаре. И просто на втором выпуске, даже, мне кажется, к концу первого выпуска я научилась танцевать в этом костюме. Там была задержка юбки такая на секунду. То, что она очень тяжелая, ты заделаешь там бедром поворот какой-то, она не так быстро в бит ударяется. Нужно чуть раньше, короче, бедрами было работать. Поэтому я все втянулась, как бы, и леопардик танцевал в нормальные 8 выпусков. Здорово. Правда, классно танцевал. Слушай, ну а вот я читала в русской теленеделе, что ты с первого сезона мечтала попасть в это шоу. Мне кажется, это очень крутое шоу. А в какое шоу ты еще хочешь попасть? Вообще в маску только хотела пока что. Не могу сказать, что там в какой-то прям мечтаю. Мне многие нравятся, например, мне очень нравится Форт Боярд, но я никогда не полечу, я ужасно боюсь насекомых. У меня недавно опять залетела бабочка на балкон, и я просто выбежала в другую комнату, и все, я больше не пойду на балкон. Говорят, что маска – это отражение хозяина. В тебе есть что-то от леопарда? Я лев по знаку с диаком, мне кажется, в этом есть что-то. А мурлыкать по-кошачью умеешь? Не, рычать по-любиному умею. Можешь? Да. Но сейчас они будут тебя мучать, и Мария валит горло. Так получилось. Жизнь артиста, да, вот так вот поешь на улице, а там холодно. Всякое бывает. Но тем не менее… Ну, ничего страшного. Насколько, да, вы мужественные люди, артисты. Прям вот. Леня, а ты составишь компанию, ты умеешь мурлыкать? Мурлыкать? Да. Давай, Леня. Мне вообще-то кажется, что ты умеешь. Мяу-мяу. Надо как-то доказать. А у меня, кстати, кажется, Леня реально такой, да? Он нежненький такой прям. Да-да-да, он горючной, как кот. Ручной прям. Я кот. Мы тебе комплимить. Значит, я умею мурлыкать, я не буду вас разочаровывать. Буду соответствовать вашему представлению. Ну, может быть, какие-то диджейские нотки в мурлыканье добавишь. Ай, вы меня просто застали врасплох. Хорошо, а ты хотел бы оказаться под какой-нибудь маской в этом шоу? Да, я жалею об одном, что я плохо управляю своим голосом, то есть пение вообще не мой конек. Совершенно. И Марина слышала демочку где-то, мне напевал проигрыш. Только хорошо было, неплохо было. Ну, может быть, но я морщу каждый раз, когда слышу свой голос в записи. Ну, а тогда скажи хотя бы, какая маска тебе понравилась? Я бы мог вот подтанцовывать, я бы научился, как двигать бедрами за такт. Я мог бы нормально шевелить, да. Нормально шевелить. Ну, на самом деле, если честно, то если мы говорим про шоу «Маска», я всегда, когда все шоу смотрел, даже «Фабрику звезд», когда я был мелким еще совсем, я всегда представлял себя там где-то, думаю, блин, где бы я там мог пригодиться с тем, что я умею делать. Всегда хотел где-то поучаствовать, но ввиду того, что вот я не певец, не беру. Мне кажется, ты бы мог выйти и спеть. «Забери солнце с собой». Как Елена Серлеева. Ну, давайте послушаем. Мужским голосом. Давайте послушаем, наконец, эту песню. А в шоу-бизнесе люди часто, у меня в гостях Мария Краймберли и Леонид Руденко, в шоу-бизнесе люди себе часто придумывают романы, которых на самом деле не существует. Я думала над этим вопросом, потом пришла к такому выводу, что, может быть, люди это делают специально для того, чтобы отвлечь от своей настоящей личной жизни, ну, свою, не хотят афишировать. Давай-ка мы придумаем, что у нас с тобой роман. И вот играют в эту историю. Вот сейчас, в последнее время, пишут многое про какой-то роман твой с Давой. Что он тебя даже на свидание там приглашал. Вот можешь прокомментировать? Есть роман или нет? Нет, конечно, не могу прокомментировать. Я сижу при Лене, обсуждаю другого мужчину. Ничего, вы меня подставляете так. Ну, нет, пишут же. Это прикрытие реальность. Просто откажись от него, и все. Что забыла вообще? О, видишь, Леня тебе предлагает. Послушайте, я могу прокомментировать просто личность с Давой. Я считаю, что он потрясающий мужчина, абсолютно потрясающий человек. А слухи из интернета я комментировать не буду. Ага, даже про себя. Ну, что я про себя? Я, смотрите, симпатичная, больная женщина. Ну, ладно, хорошо, будем считать, что это шутилось. Но сразу после следующей песни у нас будет игра. Игра, в которую уже не отмажешься, действительно. А играть будем на тему по-прежнему той же самой маски. Только вы будете надевать маски на других артистов. Автор, исполнитель собственных песен Мария Краймбери и диджей, композитор, продюсер Леонид Руденко. Сегодня у меня в гостях, и я предлагаю поиграть. Ну, началось. Да, то, коль мы только что говорили про маску, я предлагаю надеть маски всем членам жюри этого конкурса. Можно пофантазировать, ну, соответственно, какая бы кому подошла, ваша версия и... Огласите весь список просто. Пожалуйста, Тимур Родригес. Тимур Родригес. Давай, ты ему маску ищи. Вот так. А выбор маски есть или я просто любого придумываю? Любую, любую, конечно. Енот. Прекрасная маска. Мне кажется, все узнают его сразу с первого такта. Согласна? Да, согласна. Давай, енота. Так, тогда Регина Тодоренко. Ой, я ей могу Леопарда отдать. Леопарда? Подойдет ей, думаешь? Мне кажется, подойдет. А ты считаешь как, подойдет ей Леопард? Нет, я думаю, нет. Я бы Бегемота бы дал. Хорошая версия, она будет довольна. Ну, вообще, у нее есть чувство юмора, поэтому я думаю, что она подойдет. А я, кстати, такой дисклеймер. Я исключительно из хорошего смысла слова... Так, конечно. Хорошо, что Роденко мне маску не выбирал на шоу. А подожди, сейчас мы тебе прикинем пару вариантов. Давай с Валерией. Мы сегодня о ней вспоминали, говорили, Валерия. Ну, давай что-то грациозное придумай, ты же у нас умеешь. Вы знаете, вот у меня Валерия вообще ассоциируется с Золушкой. С Золушкой? Я не знаю, есть ли маска с Золушкой? Нет, маски нет. Давай животное какое-нибудь. Какое животное? Нет, ну давай предложи свою версию. Золушка отлично вообще. Почему сразу животное? Нет, она животное. Косуля-Золушка. Вот так она. Косуля-Золушка. Роденко, ты нас затопил. Просто в конце эфира мы тонем. Ну и, наконец, самое последнее. У нас, ты понимаешь, о ком речь? Почему мы только разогнались? Филипп Киркоров? Конечно. Царь зверей, лев. Лев? Конечно. Ты согласен с этим? Высокий, лев, статный, двуногий. Ну, было бы странно, если бы ты сейчас еще пару вариантов назвал от себя. Вы боитесь просто его? Типа енота? Нет, ну просто он же как себя позиционирует, так ты воспринимаешь человека. Но мне кажется, что Киркоров реально царь зверей. Подходит? Не, ну реально, кстати, да. Сейчас представил. Черные шевелюры. Черные шевелюры. Красиво. Да. В воспесном костюме. А, еще же у нас бетрудинов есть. Я про бетрудинов забыла. Ой, он зайчиком был, зайчиком он и будет. А зайчик? Все так просто. Ну, конечно, милая же такая. А я бы антилопу дал бы. Ему все-таки антилопу, да? Леня, гну. Лен, тебе пора. Ай. Это, между прочим, на проекте была моя любовь. Ты любила антилопу, Марина. Просто леопард и антилопа. Ладно, леопард и зайчик, мы там вообще смотрелись прям. А антилопа-то куда? Антилопа? Ну, куда, куда хочешь. Ну, что, я могу сказать, что, Лень, мне нравится ход ваших мыслей. У Мари все-таки как-то сегодня получилось в нашей игре, ну, так стандартно. Совсем не так, как ты поешь. Поешь ты очень нестандартно, очень незаурядно, очень эффектно. А тут-то, видно, просто перед их авторитетами, может быть, немножко расстанено. Нет, просто они у меня с этими ассоциируются. Мне, извините, не ассоциируется Регина с бегемотом, но типа... А твой ход мыслим не понравился. Рейтинговый, знаешь, Лень, молодец. Рысь какая-то, Боже, сказал-то, я не знаю. Ну, все быстро летит в наше время. Мы наслаждаемся твоей «Пряталась в ванной» этой шикарной песни. Ребята, спасибо вам большое. Оставляю вас, дорогие мои слушатели, в компании со Светой Казариновой. До завтра. Сегодня в 7 вечера. Не пропустите вечернее шоу Аллы Довлатовой.